Добрый день! Добрый день, буквально перед Новым годом, 27 декабря, в славном Далере-Втузе состоялась презентация модели памятника китобоям. И вот сегодня я хочу об этом поговорить, не только о презентации и о модели, и о памятнике, сколько о том, что для нас, для приморцев, что для города Владивостока значила эта эпоха китобоиного промысла. В промышленных масштабах во всем мире китов стали добывать в 1867 году. Промысел был учетным, на каждое млекопитающее заводился паспорт с указанием веса и пола. Рассказывает Виктор Щербатюк. До принятия моратория на китобойный промысел в 1986 году в мире добыли 2 млн 489 тысяч 14 китов. Вклад СССР в эту цифру – всего 15%. Ну, если вы помните, знаменитый китобой и пират Дрейк, он занимался помимо… Я, конечно, не помню, но я могу прочитать об этом, да. То есть он был еще и китобой, да я бы этого не знал. Да, и добывал он китобой ради чего? Ради всего у нас все китовые уши. То есть дамам в корсет и на зонтике? И вот вы представляете, вот такую махину, 100-120 тонн, добыли ради чего? Ради 120-150 килограммов вот этого китового уши. Самый большой промысел был в Антарктике. Одновременно там базировалось до 25 китобойных баз. Экспедиция в Антарктику длилась 9 месяцев. А потом моряки возвращались в родной порт. Встречать тружеников моря выходил весь город. Традиция торжественно встречать приход китобойной флотилии родилась в 1961 году. Суровые условия промысла. Вот надо представить себе, что такое Владивосток, как восточная столица России. Вот надо представить себе сразу карту мирового океана. И представить, что из Владивостока. Вот сюда мы уходим. И потом возвращаемся через 9 месяцев. Это суровая, серьезная мужская работа. Это настоящие моряки, это мощные команды. Не будем забывать, что после войны это поколение мужчин, которые мальчиками росли в послевоенное время, мечтали о своем подвиге. Первый знаменитый китобой Владивостока Фридольф Гек. Сегодня его именем названа одна из центральных улиц города. В истории китобойного промысла присутствуют не только мужчины. Валентина Орликова – единственная женщина-капитан китобойного судна. Виктор Щербатюк встречался с ней, будучи 15-летним юнгой. И она пришла на китобойном судне «Шторм», бывший американский тральщик. Для того, чтобы забрать нас, собрать и отвезти во Владивосток на парад. Альбатрос – таким был позывной самой большой в мире китобойной флотилии Советская Россия. Только на главной плавбазе работало 565 человек. Китов в советские годы добывали ради мяса, жира и кожи. У моей клиентки муж работает на китобойной флотилии. Они сами там потихонечку делают этот кран. Он мне обещал прислать. Он мажешь лицо, и такое ощущение утром. Ну, просто девочка сняла. Ни одной морщинки. Пять лет назад идею создания памятника китобоям во Владивостоке поддержал экс-глава города Игорь Пушкарев. Сегодня памятник в процессе создания. А установить его планируют возле морского вокзала. Ведь именно сюда возвращались промысла труженики моря – китобои. Светлана Садовая, Василий Косилов. Новости на восьмом.